Китайский язык по праву считается одним из самых сложных языков в мире. Главная трудность в изучении – это письменность, а именно иероглифы. Каждое слово здесь – это отдельный символ, по внешнему виду которого никак нельзя понять, как именно его произносить. Необычным является и то, что фонетика китайского языка обладает тональностью. Все это не совсем привычно для русскоязычных людей, однако изучение этого языка в нашей стране только набирает обороты. Так на базе средней школы номер 5 второй год подряд ребята постигают азы одного из самых древних языков на планете. Наряду с гимназией номер 2 в этой школе впервые в нашем городе предложили изучение китайского языка как основного иностранного для третьих классов и бесплатного факультатива для любого возраста. Стоит отметить, что желающих оказалось немало. На сегодняшний день у нас 145 учащихся изучают китайский язык. Первый год изучения китайского языка прошел очень плодотворно, потому что мы не только учили язык и культуру Китая, поскольку у нас действует договор сотрудничества с Институтом Конфуция в МГЛУ. Мы принимали участие в различных творческих конкурсах и мероприятиях, которые проводились Институтом и были инициированы китайской стороной. И наш хореографический коллектив в фестивале «Легенды Поднебесной» занял первое место с танцем «Девушка». Преподают китайский язык два педагога. Носитель языка волонтер Се Синчжань и выпускница этой же школы, учитель английского и китайского Яна Салаш. Занятия построены интерактивно. Ребята не скучают, активно отвечают, тянут руки и выходят к доске. Сколько тебе лет, как тебя зовут, как написать на китайском «Привет»? Урок прилетел на одном дыхании. Я из Китая, но я живу в Минск, сейчас учиться в БГБУ, педагогистическом университете, аспирантуру. Но я каждый четверг буду на Солигорске продавать китайский язык на пятой школе. Дети очень хорошие. Они послушают и домашние дни все сделают. И дома повторить, повторить. И еще они с родителями дома сделают диалог. Потом на уроке со мной повторить еще. Самое сложное – илоглифы. Они сложно написать илоглифы. И китайцы, белорусы очень дружбы. Они очень хорошие вместе с сотрудничеством и так далее. Поэтому сейчас учиться китайский язык – это популярно и очень важно. Могу сказать так, что ребятам очень даже просто, на удивление, дается китайский язык. Я смотрю, что в принципе детям они легче все усваивают, улавливают новые слова, звуки. Они быстрее запоминают. Даже чем я в университете учила, мне было 20 лет. Дети гораздо быстрее все усваивают. Им очень нравится. Они всегда с удовольствием приходят на уроки. И я даже удивляюсь, как мы выучили, например, на первом уроке 10 цифр. Они на следующий урок пришли. Они уже мне все цифры сами сказали. Мы даже не повторяли. Я всегда этому удивляюсь. Их памяти. Я думаю, что детям, правда, легче учатся языки. Министерство образования ставит задачу расширять географию изучения китайского языка. Руководство школы идет в ногу со временем, ведь сотрудничество с Китайской Народной Республикой является приоритетным направлением в развитии международных отношений Республики Беларусь. Первый год мы дали попробовать почувствовать вкус китайского языка всем желающим со 2 по 11 класс. И казалось бы, что старшие дети, конечно, они не получат базовых каких-то знаний китайского языка, но у нас был другой интерес, профориентационный. Изучение китайского языка даже сегодня вызывает интерес и у родителей учащихся. Они часто спрашивают о том, а можно ли нам приходить на занятия, изучать. Конечно, мы делаем все возможное и, наверное, даже иногда и невозможное, чтобы все желающие сегодня попробовали, потому что спрос есть, немножко есть дефицит в кадрах, но мы рискнули, и это такой долгосрочный проект, мы надеемся. Не стоит забывать, что Китай – это страна, обладающая древнейшей и богатой культурой, с населением более миллиарда человек. Поэтому важным для школьников становится не только изучение языка, но и знакомство с культурой. В школе регулярно проходят мастер-классы по китайской каллиграфии, искусству плетения узлов и вырезанию с бумаги. Я учу китайский язык, это очень познавательно и интересно. Я думаю, может пригодиться, если поехать в какую-то другую страну, то может пригодиться. Я занимаюсь второй год китайским языком. Сначала, когда я пришел сюда, было очень сложно, но постепенно я начал привыкать. Я планирую дальше заниматься и изучать китайский язык. Я очень хорошо, а ты? Я очень хорошо, а ты называешь какой-то названием? Я называю謝-хин-ран, а ты называешь какой-то названием?